3000 рублей штрафа за отсутствие детского удерживающего устройства. Стартовала профилактическая акция ГИБДД. На городских дорогах инспекторы напоминают, как правильно перевозить малышей в автомобиле. В первый день рейда спустя 10 минут первый нарушитель – водитель такси. Ребенок – главный пассажир. Под таким названием в городе стартовало профилактическое мероприятие. В поле зрения инспекторов ГИБДД – дети, точнее, то, что их удерживает. Я вынужден вас привлечь к административной ответственности за перевозку детей. Здесь специально у детского удерживающего устройства или в автокресле. На водителя такси составлен протокол. Мужчина заплатит 3000 рублей штрафа. Мы просто торопимся, так мы по-быстрому, знаете, нам поликлинику на прием надо. Не боитесь? А так обычно мы ездим, везде, по-моему, есть уже сиденья вот эти кресла. В салоне автомобиля должно быть детское удерживающее устройство. В зависимости от габаритов ребенка. Для самых маленьких – автолюльки, для 12-летних – специальный ремень. К слову, именно до этого возраста необходимо перевозить детей по особым правилам. На их совести просто будет, если что-то случится. Все равно ребенок в кресле – это защиты больше, уверенности, что с ним все будет нормально, если что-то авария какая-то или еще какие-то непредвиденные обстоятельства будут. Нарядами ДПС будет обращено особое внимание на водителей, перевозящих несовершеннолетних детей, без специальных детских удерживающих устройств. Значит, постараемся обходить районы всего города, никакие районы не оставим без внимания. Инспекторы ГИБДД напоминают – штраф за перевозку детей без специального устройства – 3000 рублей. Минимальная стоимость детского ремня – 300 рублей. Мероприятие продлится 10 дней. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова